Историей побед курских коллективов в командных видах спорта дал старт триумф в чемпионате России по хоккею с мячом. В 1959 году, одержав победу в зональных соревнованиях, игроки команды «Труд» отправились в Павлово на оке, чтобы разыграть звание чемпиона и право выступления в высшей лиге чемпионата страны. Победы посыпались в копилку курян одна за одной. Единственное поражение на турнире не сбило настроя наших спортсменов. Проиграли Ульяновску с результатом 0-1, такой нелепый гол пропустили и позволили командам Нижнего Тагила, Комсомольска, Ленинграда и Абухова ввязаться в спор за высокие награды. Как раз с этими командами и предстояло играть курянам в заключительных играх. Счет в трех матчах подряд получился как под копирку 7-2 в пользу труда. В решающем матче наши спортсмены одержали уверенную победу со счетом 5-2. Минут за 10 до конца вели 5-0, немножечко расслабились, получили два гола в свои ворота. Но это уже никак не повлияло на ход игры, мы игру контролировали. Это была команда единомышленников с инновационной тактической схемой. 10 игроков в нападении, 10 в защите. Индивидуальное мастерство курских хоккеистов не могло остаться незамеченным. Решением судейской коллеги признан лучшим был Валерий Маслов из Московской области, Забухова. Но зрители так неистовствовали, что присудили два лучших нападающих, это Забелин и Маслов. Лучшим бомбардером Николай Фокин, наш играющий тренер. Лучшим защитником Леонард Щеколенко. В общем, собрали то, что можно было. Новые громкие победы в спорте случились лишь спустя 50 лет. В 2009 году курские болельщики носили на руках футболистов Авангарда, которые впервые заняли первое место во второй лиге и завоевали выход в первый дивизион. Подопечные Валерия Есипова оформили чемпионство яркой победой над смоленским Днепром со счетом 4-1. И за три тура до завершения чемпионата стали недосягаемыми для соперников. В том матче автором одного из мячей стал Денис Синяев. Побил рекорды по забитым мячам. Это самое главное для болельщика, для зрителя, что нравятся голы. Забивали, нравилось всем, играли хорошо. Когда много зрителей, много болельщиков, тебя все поддерживают. Наверное, впечатления такие. Всегда был позитив, выигрывали. Да, бывало, были игры, которые мы и проиграли. Но и была, по-моему, в этом году серия беспрочных игр. В том сезоне Куряне провели 12-матчевую победную серию. Это рекорд Авангарда за все время выступлений. Тот состав команды считается одним из лучших в истории клуба. Все хотели выйти, выиграть в каждой игре. Была одна цель у всех. И у руководства, у тренера, и у команды, у ребят. Все друг за другом старались, бились, поддерживали. Неважно был, это игрок замены или основы. Сегодня ты в основе, завтра ты на замене. Потому что это футбол. Играть все время в составе невозможно. Бывают травмы, бывают спады. Поэтому был коллектив, который бился, старался и хотел выйти в первый лимф. В сезоне 2012 года Куряне, а точнее Курянки, наконец-то пришли к успехам на международной арене. Баскетбольный клуб «Динамо» одержал победу в Кубке Европы, обыграв в финале соперниц из Турции. Причем в ответном матче нашим девушкам необходимо было отыграть разницу 15 очков. Не без труда, но они справились с этой задачей. После финальной сирены на табло было плюс 23 очка в пользу «Динамо». Совсем недавно к европейскому триумфу Курянки добавили победу в Кубке России, который проходил в Оренбурге. В финале была повершена подмосковная «Спарта Эндка» со счетом 68-49. К золотым медалям добавились индивидуальные призы. Лучший разыгрывающий, лучший легкий форвард и самый ценный игрок. Этот кубок очень тяжелый, но я хочу сказать, что мне легко его нести, потому что я чувствую поддержку всех болельщиков. Я его разделяю с вами, я хочу, чтобы была возможность у вас, когда мы приедем в Курск, его потрогать, сфотографироваться с ним. Сегодня в Курске развивается мужской баскетбол, волейбол и даже женский футбол. Поэтому болельщики смело могут рассчитывать на новые победы и кубки для Соловьиного края. Субтитры создавал DimaTorzok